И дальше мы с вами оказались в новом времени, который продолжает быть линейным, да, и в котором нет здесь ничего. Нет. Вот, и дальше это возникает драматайзинг, да, и, значит, и попытка сохранить это, она делается Хайдегером. То есть он говорит, мы осознаем собственную конечность, мы осознаем собственную ничтость, да, это, как бы, заставляет нас, как бы, не обессмысливает нашу жизнь, а, напротив, как бы, каждое наше действие становится, как бы, осмысленным, потому что оно возможно, а дальше оно будет невозможно. Ну, то есть, вот, как бы, осознание собственной конечности, то, что вы делаете, не обессмысливает, а, наоборот, делает более, как бы, ценным. Вы выявились на сцену сказать свою реплику, ну, как бы, вот, и вы, вот, в этом своем дозайне ее говорите. Вот, ну, понятно, что это никого не утешило, вот, и слишком сложно Хайдегер поформулирует, и вообще идеи достаточно сложные, прийти в восторг от, да, от конечности собственного бытия. Вот, и дальше мы с вами находимся в конструкции, когда все, что мы сейчас делаем, мы делаем для того, чтобы отсрочить это дело. Значит, если сейчас мы говорим, мы, у нас же культ молодости, да, ботокс, этот, как его, спорт, все ходят в спортзал, здоровое питание, вот это все. Что делать? Медицина, все, чекап, чекин, чек, чтоб, вот, все, ну, чекаут, да, вот. То есть, вот, как бы, все делается для того, чтобы остановить. И когда мы с вами говорим, например, про того же Курцвейла, который вот в этом всем, вот это нам так максимально, так дистально нам все рисует, он же говорит, что смерть – это самое главное из зол, вот, и самое главное – это победить смерть, это живет эти бесконечные пищевые добавки, у него эти кучи клиник по всему свету, значит, с этими, где там его этот коллега принимает пациентов, и примерный курс пищевых добавок на год составляет порядка миллиона долларов. Представляете, сколько живет всякого разного говна. Вот, да, значит, и чтобы отсрочить смерть, да, потому что, ну, вот это ощущение, вот этой конечности, оно из метафизического такого экстенциального вызова, который был у Хайдегера, он превращается в такое, что елки-палки, я тут столько всего накуролесил, понимаете, а это значит, что теперь с этим куда-нибудь. Вот, и мы вот сейчас находимся в конструкции, я просто хочу, чтобы вы как бы увидели эту вещь, что сама гистальность этого мышления, она противоречит логике нынешнего времени. Я просто про складку времени вам писал и рассказывал, но тогда я про это так не думал. Вот, но вы позадумайтесь, что все время сейчас устроено таким образом, чтобы оно остановилось, потому что мы не хотим помирать. И так по логике вещей, ну, я, например, отношусь к поколению, которые, ну, и тут, видимо, кто-то со мной вместе, вот, которые, в принципе, ну, точно умрет своей смертью. Ну, вот, но есть среди нас там юные лица, вот, у которых уже будет какая-то альтернатива или какая-то параллельное существование, там, и так далее. Мы уже сейчас для близких можем сохраниться, да? Открытые в Америке эти похоронные бюро, в которых вы приходите, с вас берут биометрию, вот, обучают боту, и потом, когда вы помрете, значит, этого бота выдадут вашим родственникам, и они будут с вами вас ставить на стол и, как бы, и говорить, ну, как там дела, вот, а когда, вот, они будут там, соответственно, обсуждать жизненные обстоятельства. Вот. Да, но это только начало, потому что дальше в целом, и, как бы, это может быть с каким-то ощущением субъективного даже присутствия этого существа. Вот. Да. Так вот, идея состоит в том, что, понимаете, вот одно дело, когда вы постоянно смотрите в смерть, и там она, вам про это надо думать, да, потому что от этого зависит. Вы смотрите в смерть, потому что вы решили социальный вызов, так сказать, пережить в этом мироздании. И другое дело, когда вы не смотрите в нее, потому что вам неинтересно, потому что вы не хотите туда смотреть, и вроде как можно уже этого не делать. Ну, то есть, еще чуть-чуть, да, рак вылечим, это вылечим, то вылечим, чтобы не было никаких смертельных болезней ни в коем случае. Вот. Да, и мы, и если считать, что дистальные видения, это то, что нам необходимо для того, чтобы мы что-то создавали, то сейчас все время таково, чтобы мы проксимально смотрели. Ну, ваши жизненные планы на какой период времени распространяются? Годик. Годик, это еще, как бы, так сказать, старые закалки, я бы сказал. Вот. А молодежь, если она не знает, что она, как выходные ближайшие проведет, вот, и надо ли их проводить? И что это вообще значит проводить выходные, думаю, это они. Потому что они у них уже наступили. Да. Ну вот. Поэтому, да, и у нас просто вот и это лишает креативности. Это лишает способности придумывать новое. Почему Курцвейл может придумывать новое? Потому что он мыслит, да, с 45-го года, когда его ждет сингулярность, с которой он победит смертный конец. Да. Осталось только выпить на миллион долларов лекарств и, как бы сказать, дотянуть до этого, доползти. Не тушкой, так чучелком. Вот. Значит, и добраться до сингулярности. Вот. И он поэтому и креативит. И все, кто как бы способны перескочить порог here and now, вот этой складки, в которой мы неизбежно находимся, в этих вот повторяющихся новостях, вот этих вот, ну, то есть, какие новости в Инстаграме могут быть? Вот так вот. Но люди называют это лентой новостей. Вы не замечали, нет? Лента новостей. Ну, то есть, там новости, там приматы, ну, как бы, это все равно, что фотографировать, вот просто, этот, как его, посадить в вольер и фотографировать. Новости, ну, вот, ну, новости, и сегодня новости, и завтра новости, и после. Дом-2, вот. Вот оно такое, как бы, во. замкнулось. Ну, вот. Да, и мы вот просто, и я просто подумал, что вот, когда мы говорим про информационную псевдодебильность, конечно, про это можно говорить с точки зрения уплощения дефолт-системы мозга, да, конечно, по этому поводу можно, как бы, делегирование функций, когнитивных функций гаджетом, да, то есть, понятно, что чем меньше нам надо продумывать наш быт, да, тем, ну, как бы, вот раньше Новый год, например. Ну, сейчас сложно это представить, но покупка ёлки было большим семейным мероприятием. Ну, нельзя было пройти просто по улице и купить ёлку, потому что, во-первых, там продавали полное говно, я прошу прощения, там это было не ёлки, вот, вы помните это продавали, да, палка такая, и, ну, по блату достать и ёлку, икру надо было купить, надо было, чтобы тебе набор твой сделали, и чтобы ты попал в список, который по набору дают, там и всё, пятьдесят, сколько надо было продумать, сейчас ничего не надо продумывать, да, у нас нет необходимости продумывать, собственно, вы приезжаете куда-то, раньше, когда вы ехали куда-то, надо было обсудить всё, где именно вы встречаетесь, значит, где какой код, пароль там и так далее, где будут явки, значит, и всё, сейчас вы едете, ну, встречаемся там, да, потому что вы туда приедете, наберёте телефон и, как бы, найдёте мгновенно, и вот эта вот необходимость этого всего продумывания, кстати, тоже, это же, ну, максимальность, вот просто даже если в двадцати четырёх часах, то есть я должен продумать, вот раньше, да, если я должен с кем-то встретиться, договориться, а телефон у меня есть только на работе, а я должен встретиться в выходной, то есть я должен в пятницу найти возможность с работы, позвонить, когда тот будет, видимо, дома, потому что у него есть телефон, но это сложно, потому что он в этот момент на работе, а его там на работе без телефона, Ну, это сложная логистика, но, в общем, короче говоря, вы как-то это, чтобы договориться на воскресенье с точными местами, явками, по-моему, где вы встречаетесь, да? Но оно, по крайней мере, не здесь и сейчас, это аппроксимальное, оно дистализируется там на сутки, на двое. Сейчас нам вообще ничего не надо видеть дистально. Я просто хотел показать, что все, что происходит сейчас, оно, эту аппроксимальность сдвигает, то есть, оно сдвигает его вот уже, вот здесь какая-то начинается бесконечная конструкция, потому что не надо ни про что думать дальше. Что вы думаете про свою карьеру дальше? Ну, вот, ну, то есть, про карьеру тоже сложно думать, то, что все это там, где закрывается, где не закрывается, где просто никого движения нету, потому что оно никогда не закроется, ну вот, и так далее. Ну, то есть, черт знает что, и вот это вот, и нету этой, как бы, устремленности в это будущее, никто к пенсии не ждет. Я просто к тому, что вот если мы возьмем эту историю, что креативные мозги, это креативные мозги, которые постоянно реконструируют, да, это сложный интеллектуальный процесс, нужно реконструировать то, чего нету, да, потому что здесь все более-менее на месте, и это можно все, условно говоря, пощупать. Это вот реально обезьяны в этом конструкции. И вот это то, что заставляет нас создавать новое, потому что при реконструкции вот этого будущего у нас активизируются все эти выявления значимости, потому что мы начинаем тревожиться, мы начинаем переживать, что нам делать, вот, у нас активизируется подкорка, соответственно, мы начинаем смотреть за вещами, за которыми мы в другом бы случае не смотрели, да, приходить от них в ужас, да, включать дефолт-систему, потом все эти выявления этого, центральную исполнительскую сеть для того, чтобы посмотреть, какие есть исследования с точки зрения того, куда все катится и так далее. И вот тогда начинается как бы интеллектуальная деятельность реальная.